Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Татимская весть, трагедия или надежда. 9 февраля 1997 года от Рождества Христова по Барнаульскому Бродвею дворянина Ульянова пронесли португальское чудо в кавычках. Образ или сделанный католическими умельцами, или фотороботом, то, что описали якобы дети, прозванные ясновидящими, видевшие несколько раз нечто похожее между маем и октябрем 1917 года. Теперь эта трагедия или надежда, кавыч, играет роль оживляжа на территории России. Ее несут по Сибири исповедующие католическую веру и примат первенства римского первосвященника Папы. О том, что 9 февраля произошло напротив Никольского храма города Барнаула, как пишут в печати. Молодежь Алтай, номер 7, время и деньги, номер 6 и другие издания. Вызвало неоднозначную реакцию. Православные увязывают желание латинян войти в православный храм, как осквернение фатимским чудом своего дома молитвы. Католики же или отрицают эту свою попытку ворваться в храм, считают подобное известие из печати просто желанием власти создать негативное о них мнение, или же трактуют это свое намерение как исполнение молитвы Христа, да будут все едины. Для чего они помолились напротив Никольского храма, прочитав Отче наш и своего молитвенника Розария, радость и благодатная Дева Мария. Рассмотрим, как же выглядит их поступок, а главное их чудо фатимское во свете Библии, в трудах святых отцов и вообще православном понимании чудя. Недавно прислали из Милана, Италии книжицу Антонио Боррелли, «Фатимская весть. Трагедия или надежда?» Перевод французского Владимира Зелинского, «Святвостоку», 1902 год, 300 тысяч экземпляров, 80 страница. Вот я пишу, потому что оказались там люди, принадлежащие близко к нам, и меня как-то толкнули на это, чтобы написать, что это такое. И один из них был, он ушел совсем, нес ее даже, помогал нести это чудо. Так, как мне звонили и католики с жалобами на СМИ, якобы натравливающими обозленных русских на них, и православные много раз просили разъяснить, почему же у самих православных нет этого большого чуда с короной, то мне пришлось поневоле сделать это расследование. На 77 страницах этого карманного формата брошюри умышленно сделано 127 указаний, доказательства слов, противоречащих Святой Библии и Святым Отцам. В брошюре непрерывно вдавливается фраза о посвящении России пренепорочному сердцу Марии, в кавышках. В этом и вся суть появления этой фатимской мистификации, то есть о подчинении России православной церкви, Святому Отцу, то есть Папе Римскому, чего он вовсе и не скрывает. Мансиньор Джон Буковский в интервью А.И.Ф. на вопрос Юлии Николаевой этому кардиналу Нунцию, посланнику Папы Иоанна Павла II. Настоящее наше состояние уже можно считать экуминизмом? Да. Но наша конечная цель – полное единение веры и любви. Будет ли это единение подразумевать единоначалие? Конечно. Чьё? Наследника Святого Петра. Папы – да. Для слышащего комментарий излишний. Словосочетание «пренепорочное сердце Марии» – изобретение чисто католическое. Слово «сердце» встречается в Библии только в канонических ее книгах 894 раза, а слова «сердце Бога» только 15 раз, и из них только в пяти случаях именно человек говорит о сердце Господа. И нигде нет таких слов «пренепорочное сердце Бога» или Марии. Неканонические книги в 167 случаях упоминали слово «сердце», но не разу, а сердце Бога. Даже в псалтирии, в этой самой читаемой уже 3000 лет книге, в 150 псалмах-молитвах, слово «сердце» встречается 136 раз, а слово «сердце» Божие – всего лишь один раз. Псалом 32. Помышление сердца его в рот и рот. Наконец-то, хотя по местам начинают открываться глаза у иерарха московской патриархии на ту беду, которая взросла, возросла из дьявольского экуминизма, из учения о спасительности всех верх. Смотрите «Советская Россия», 5 декабря 1996 года, страница 6. На наших глазах, в наших храмах происходит явное отступление от православия в сторону незаконной и не раз соборного сужденной унии с римокатоликами. Патриарх Алексей II сказал на московском епархиальном собрании 12 декабря 1996 года. В последнее время мы как-то привыкли и перестали реагировать на продолжающуюся интенсивную празелитическую деятельность, осуществляемую некоторыми католическими кругами. А ведь жертвами становятся в основном наши братья и сестры. Православная Москва, 36-1996 год. Здесь же в интервью архиепископ Солнечногорский Сергий говорит о властях. Те, кто сидит сейчас высоко в Кремле или занимает ответственные должности на местах, должны понимать, что содействуя католикам, сектам, они теряют нравственную основу, цементирующую наше общество. В самих католических странах от 60 до 90% населения не посещают богослужения. Труд 13-11-96 года. Самое вредное дело в христианстве – главенство человека в церкви. Например, Папа и его мнимая непогрешимость. Именно в догмате о его непогрешимости заключается величайшая погрешность, ибо Папа – человек грешный. Сколько погрешностей, величайших, гибельных для души человеческих, выдумала католическая папская церковь. Фабрикация святых в западной церкви и несуществующих мощей. Католическая вера не имеет сама в себе жизненной силы, покоряющей ум, сердце и воле человека к добровольному, к последованию ей, и часто последователи ее завлекают людей правомыслящих только насилием и обманом. Святой Анкронштадтский. Одним из величайших обманов в 20 веке есть трагедия Фатимской Богоматери. Согласно житии святых, такое явление в кавычках есть дьявольская прелесть, поклонение духу лжи. Смотрите, жития 22 сентября Аверки, 5 марта Конан и Саврянин, 2 октября Иустина, 12 октября Мартин, 6 декабря Николай, 21 декабря Иуляния, 17 января Антоний Великий, 1 сентября Семен Столпник, 7 сентября Иоанн Новгородский. Подобное прельщение сатаны явлено и в наши дни в селе Визенберге на Западной Украине. Смотрите Комсомольская правда, 22.11.1996 года. Пятно света на стене в виде склонившейся в молитве женщины привлекло сотни тысяч католиков, жаждущих чуда. Хлеба, чудо и авторитета по Достоевскому. Предположили, что это пятно света отсвечивание от окна. Один из львовских священников подставил к тому самому подозреваемому окну лестницу и закрыл его одеялом. Изображение на стене вигом исчезло. Паломники подняли шум, скинули священника с лестницы и забросали камнями. А местные жители не позволили своей администрации включить неработающие фонари. Никто не хотел расставаться с чудом. От света фонаря голову и закрыл. Это вообще. Вот об этом-то полуумном состоянии впавших в детство и говорил святой Иоанн Кронштадтский. Часто у католиков нет веры в Бога, а есть вера видимого Папу, видимый, осязаемый авторитет в прикосновении к пятну на стене. Но блажены, не видевшие и уверовавшие. Какое же после этого доверие можем мы иметь к основанному на лжи и пропитанному насквозь ложи римско-католическому папизму? Никакого компромисса с ними быть не может и никакого общения архиепископа верки. Латиняне желают насадить повсеместно в свой образ мыслей противные учения в Восточной Церкви, не щадя для этой цели самых чудовищных вымыслов, очевидных лжей и бессовестных искажений исторических истин. Амбросий старец Оптинский Исходя из вышесказанного, православным ясно, что подобные чудеса в кавычках фатимские суть прелесть врага на погибель душ. Масун Вольтер учил бросать стрелы, не показывая руки. 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 Трагедия России не закончена. Мировой заговор по уничтожению России православная. Православие монархии русского человека идет к завершению. И натиск темных сил все нарастает. Октябрьский приворот, коллективизация, превращение остальных в гулаг, войны. Войны. Войны, перестройка. И как завершающаяся печать этому водовилю смерти на русской земле пляска бесов по Пушкину, толкающей Россию в пропасть, есть торжественный ход Фатимы, призрак грядущего по Европе и по Сибири окатоличивания русских. Смысл крестного похода по городам и весям обессиленной осиротела России в том, чтобы убедить всех не сопротивляться нашествию на католиков и иезуитов в храмы, в душе русских людей, что это все по повелению самой Богоматери, что будто бы именно она желает истребить православие, смотреть по Елену и посвятить Россию пренепорочному своему сердцу. То есть непогрешимой греховности по Ф.И. Тютчеву, папе римскому. Фатима, это трагедия России и православия, не оставляющая никакой надежды на восстание России, ибо без православия Россия сделается сатрапией Ватикана, сырьевым придатком Запада, всемирной помойкой и сбродом нечестивцев. Выписки из книги Кельджон, АНЛО, операции Тарьянский конь, перевод с английского Бунича, Санкт-Петербург, Интерстарсервис, 92-й год, 320 страниц. Страница 264-я. В 1915 году четыре девочки пасли овец в окрестностях Кабеку, Португалия, и увидели, если верить сообщениям, белую фигуру, парящую в воздухе. Кабыщики открываются. Она словно бы была завернута в простыню. Не было видно ни головы, ни рук, рассказывали девочки своим родителям. Еще дважды в то лето девочки видели белое безголовое существо. Имя одной из девочек – Лючея Эбобера. Она родилась 22 марта 1907 года. Ей суждено было сыграть одну из центральных ролей в потрясающей драме, которая за этим последовала. Летом 1916 года Лючея Эбобера с несколькими другими детьми играла неподалеку от лесной опушки. Неожиданно они увидели яркий свет над вершинами деревьев, когда свет достаточно приблился к ним. Он принял очертания человеческой фигуры. Позднее дети рассказывали, что «прозрачный юноша» лет 14-15 приземлился недалеко от них и объявил «Не бойтесь, я ангел мира, молитесь со мной». Дети опустились на колени перед прозрачным юношей и молились до тех пор, пока тот не растворился в воздухе. Ивана 12.31 «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А суде же, что князь мира сего осужден». Ивана 12.31, 14.30, 16.11 «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» 2 Петра 2.4 «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид Ангела Света» 2 Корифферма 11.14 «Перемещание Игла». Через пару недель Ангел опять появился перед той же группой детей на том же месте, и они вновь вместе молились. Первоначальный контакт был налажен. Сцена оказалась подготовленной для дальнейших событий. Страница 266. 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты Америки официально уступили в войну. Месяцем позже, в воскресенье, 13 мая, 10-летний Лючей Эбобера, 9-летний Франциско Марто и 7-летний Джансита Марто, гуляя в поле у деревушки Ковада Ирия, расположенной вблизи города Фатимы, Португалия, увидели в ясном небе вспышку яркого света. Подумав, что это молния, дети бросились под прикрытие большого дуба, но остановились в изумлении, увидев парящий на трехфутовой высоте яркий шар светло-зеленого цвета. А внутри шара существо, сверкающее белой мантией с лицом, на которое больно было смотреть из-за исходившего дей сияния. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда», — сказал существо мягким мелодичным голосом. Испуганные дети спросили ее, голос был женским, откуда она появилась. «Я прибыла с небес», — ответила она, — «прошу вас приходить сюда в течение шести месяцев, каждого тринадцатого числа, в это самое время. Тогда я скажу вам, кто я и чего хочу. После этого я явлюсь на землю в седьмой раз». Главное, тринадцатого числа, когда на все смотришь, я посмотрел Покровский собор здесь, и вот, ну, как, допустим, поперечина, вторая здесь идет, и третья наклонна. Так вот, на каждом везде еще поперечины. Вот эта вот, которая поперечина, она не еще там вот та в конце, и здесь еще. Я посчитал, восемнадцать концов получается. Не шесть, не восемь, а восемнадцать. А шестью три — восемнадцать, три шестерки. Я сказал, кто это сделал-то? Куча железа наварена, но определенная четкая цель. Какие знаки? Дальше. Она попросила их ежедневно молиться прекрасной деве из-за мир на земле. Затем шар в полной тишине стал подниматься и исчез. Примечательно то, что только Лючи и Джон Сита слышали голос. Что же касается Франциска, то он хоть и видел объект, но не слышал ничего. Тринадцатого июня дети снова направились к Ковадо-Ирию. Их сопровождала, держась на вплощительном достоянии, небольшая группа паломников. Одна из свидетельниц, Мария Карейра, заявила, что когда дети неожиданно опустились, на колени и стали разговаривать с невидимым существом, она лично не видела ничего, но слышала странный звук, похожий на жужжание пчелы. Согласно многим показаниям, звук, похожий на жужжание пчелы, часто исходил от низко летящих НЛО. Тринадцатого июля крестьянин по имени Тимартов сообщил, что он слышал звук, похожий на тот, что издает овод, залетевший в пустой ведро. Лючи и ответила словами Пресвятой Девы. Продолжайте ходить сюда каждый месяц. В октябре я скажу вам, кто я, чего хочу и совершу чудо, которое заставит поверить в меня каждого. Когда ночь озарится невиданным светом, знайте, что это великое знамение, которое дает вам Господь, желающий покарать мир за его преступления. Чтобы предотвратить грядущее несчастье, я попросил Господа наказать только Россию. Если моя просьба будет удовлетворена, Россия будет наказана преобразованием, и на земле наступит мир. Но молитесь за Россию. В августе дети были арестованы властями и содержались некоторое время в заключении. 13 августа. Шеститысячная толпа собралась на ее заветной поляне. Согласно свидетельствам очевидцев, яркая вспышка света озарила небо, и нечто, напоминающее маленькое прозрачное облачко, стало медленно снижаться и повисло над вершинами деревьев. В этот момент лица стоявших в толпе осветились яркими многоцветными огнями. Дети были освобождены и пришли на поляну. Через месяц, 13 сентября, дороги, ведущие в Ковадайии, были забиты паломниками, священниками, монахами, нищими и огромным количеством зевак. В этот день в толпе среди прочих находился доктор Мануэль Нуньес Фремигал, настоятель Кафедрального собора в Лиссабоне, профессор духовной семинарии в Сан-Та-Реме. Позднее он писал, что, когда дети впали в транс, в совершенно безоблачном небе слегка померкло солнце. Однако, настоятель не заметил светящегося огненного шара, о котором заявляли другие свидетели. Вплоть до этого времени, Пресвятая Дима никоим образом не давала понять, кто она такая. Около 70 тысяч человек собралось в Ковадайии 13 октября 1917 года в ожидании обещанного чуда. Многие были с фотоаппаратами, а хроникеры даже с примитивными с ручной перемоткой кинокамерами. Погода была очень плохой, шел проливной дождь, поле превратилось в море грязи, толпа стояла под зонтиками. Дети вместе с родителями спрятались под небольшим деревом и ждали. Вскоре после полудня Лючия тяжело задышала, и ее поднятое вверх лицо восторженно осветилось, когда она начала впадать в состояние транса. Появилась Пресвятая Дева, которую стоящую в толпе, естественно, не видели. И дети заявили, что на этот раз она держала младенца в руках и назвала себе Матерью Божией. «Война скоро кончится», — сказала Дева, — «и солдаты вернутся домой». Война продолжалась еще год. Внезапно, издав крик ужаса, многотысячная толпа повалилась на колени прямо в грязь. Огромный серебряный диск, быстро вращаясь, пробил низкую облачность и стал снижаться. Хрупкие пряди серебряных ангельских волос, кавычках, посыпались с неба и быстро растаяли, прежде чем кто-либо сумел их подобрать. Объект, подпрыгивая вверх и вниз, плясал под кромкой облаков и, завращавшись быстрее, начал быстро менять цвета. Затем, резко снизившись, он пронесся над охваченным ужасом людьми и снова набрал высоту. Подобные манервы продолжались более десяти минут. За много милетфотимы свидетели наблюдали тот же самый объект в Сан-Педро-де-Муэле. И в Альбурите, и в других местах священнику Игнацу Лауренцу объект показался похожим на снежный ком, вращающийся вокруг своей оси. В самой Фатиме, в толпе наблюдавших, находился известный ученый из Каимбургского университета, профессор Альмейдо Гаррет, который позднее писал, объект выглядел подобно диску, с очень четкими контурами. Диск был похож на хорошо начищенный металлический предмет. Этот диск неожиданно начал разворачиваться, вращаясь все быстрее и быстрее. Внезапно толпа издала вуплюжество. Непрерывно вращающееся солнце, в кавычках, изменив цвет на кроваво-красный, камнем устремилось к земле, угрожая раздавить всех своим страшным весом. Волна горячего воздуха пронеслась над ошумлевленной толпой, мгновенно высушив их промокнувшую до нитки одежду. Этот инцидент был тщательно расследован, в нем написано большое количество книг, однако ни в одной из них нет фотографии объекта. А ведь в толпе было очень много фотографов, направивших в небо объективы своих фотоаппаратов. Что же случилось со всеми теми фотоснимками, которые они сделали? Куда девались километры от снятых кинопленки? Я приложил немало усилий, чтобы обнаружить фотоматериалы, но не добился успеха. Можно только предположить, что все они собраны кем-то и хранятся за семью замками в каком-нибудь секретном архиве. Поскольку в этом уж никак нельзя обвинить ни ЦРУ, ни наши военно-воздушные силы, то кто же тогда конфисковал эти фотоснимки? По прошествии многих лет миф о солнце стал отходить на второй план. И все больше ударения делалось на святости трех детей. Серебряные ангельские волосы в современной литературе описываются как лепестки роз. Это же разные волосы и розы. Страница 270-я. Чудо, проявляющее в Фатиме, не было случайным контактом. Скорее наоборот, это была тщательно запланированная и не менее тщательно проведенная демонстрация. Доктор Джек Вилле, Антони Ривера и другие известные исследователи НЛО много писали об этом. Исследователи старательно проигнорировали все, предварявшие инцидент события. А предшествовавшие события были гораздо более важными, чем наблюдения над самим объектом. Дети получили строгое католическое воспитание. Контакт был осмысленно проведен на религиозном уровне. Первоначальный контакт иногда происходит за месяцы, а то и за годы, до того, как контактер полностью вовлекается в какое-нибудь событие. Маленькие дети часто обладают очень высоким показателем спиритической мощи. Вот почему дети являются превосходным материалом при контактах. Вот почему НЛО, призраки и полторигейсты так активно ведут себя по отношению к ним. Страница 272. И вот, выбрав трех маленьких детей из Португалии, они начали притворять в жизнь свой тщательно разработанный план. И вся ситуация была задумана так, чтобы она согласовывалась с предстоящими последствиями инцидентами с НЛО. Слова Пресвятой Девы, переданные детьми, настолько соответствовали католическим канонам, что это произвело сильное впечатление на священников, так как было бы весьма сомнительно подозревать крестьянских детей в глубоких знаниях теологии. Однако все разговоры Девы были, по-видимому, таким же отвлекающим маневром, как и бесконечные рассказы современных экипажей НЛО о жизни на других планетах. Фотографии объекта исчезли, основные пророчества скрыты ото всех, а сама Лючия ушла в монастырь. Страница 274. В наше время происходит еще немало чудес, типа того, что наблюдалось вблизи Фатимы. С 1937 года по 1945 существо, назвавшее себя королевой вселенной, более 100 раз появлялось перед четырьмя девочками в возрасте от 12 до 14 лет из крохотной немецкой деревушки Хеет. Гитлер сам был трансмедиумом и находился в контакте со злобными существами, подсказывающими и направляющими его политику геноцида. Гипсовая статуя Божьей Матери в Сиракузе, Сицилия, неожиданно, 23 августа 1953 года начала плакать настоящими слезами. В других случаях со статуей картин начинала капать настоящая человеческая кровь. В воскресенье 18 июня 1961 года четверо девочек испанской деревушки Гарабандал вдруг увидели ангела. Он был окружен мерцающим заревом и растаял в воздухе, не произнеся ни слова. Начало повторяться чудо Фатимы, буквально во всех деталях. Вскоре после первой встречи с ангелом, кавычками, девочки начали впадать в транс. Дева появилась в сопровождении двух ангелов. У девы были длинные тонкие руки, удлиненное угловатое лицо с изящным тонким носом и язвительными узкими губами. Она оказалась довольно высокой, ее темно-каштановые волосы были распущены. Как видите, получается классическое описание длиннорукого с длинными пальцами обитателя НЛО. На правой руке девы девочки заметили квадратный рубин, обрамленный треугольником с какой-то надписью, выполненный буквами восточного типа. А на треугольнике был изображен глаз. Во всех этих случаях ангелы подозрительно похожи на наших знаменитых смуглых маленьких парней, слетающих тарелок. Многие сообщения, переданные девой, настолько скрупулезно соответствуют католическим догматам, что могут быть поняты лишь хорошо подготовленными энтеологами. Так, в сообщении от 18 октября 1961 года, переданном девой через девочек, говорилось, Чаша уже переполнена, и если мы не изменимся, очень суровая кара падет на нас. Эти строгие предупреждения о том, что деятельность человечества вызывает сильное неудовольствие ультрасуществ. И если в религиозных сообщениях содержатся туманные угрозы наказать весь мир, то информация с НЛО сформулирована более четко. Прекратите жонглировать атомными бомбами, или мы парализуем жизнь на вашей планете. Вопрос к православным. Насколько в наши чудеса массовые мироточения икон отличаются от католических? Кто сумел увести народ от ясного евангельского учения и создать совершенно новую религию под названием православие, не имеющую ничего общего с Евангелием? Кому это выгодно? У большинства современных верующих, называющих себя православными, вера не просто не евангельская, но прямо антиевангельская, и главная вина за это падает на иерархию. Народ ищет ответа, руководство не у Бога и не из Библии, но у грешных людей, взявших ключи разумения. Говорю вам законников, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Лука 11, 52. Столетиями велась ожесточенная война на Востоке и Западе против Библии и против богослужения на родном, понятном языке. Смотрите Слово Божие, Священное Писание и так бодрствуйте. Заключительным событием всех этих подготовительных чудес у православных и у католиков будут чудеса антихриста, выдающего себя за Бога. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов. «Христа Божию силу и Божию премудрость, потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и не мощное Божие сильнее человеков». 1 Коринфянам, 1 глава, 21-25 стих. Далее будет сказано, что у православных делается, какая бесовщина развита. Ну и делать вывод надо. Вот пишут в Комсомольской правде от 19.03.2003 года на странице 18-19. Почему мироточат иконы? Бог или дьявол подает эти знаки? Создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. Сопредседатели комиссии Архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета, и Павел Флоренский, профессор геологии Московской георазведочной академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открыты. Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым. Видите как, тупым. И ты ли нас учишь слепорожденного, когда исцелили? Невежда в законе. Так вы же его доверили до этого состояния-то. Свой народ тупым свидетели Иеговы, баптисты не назовут. Потому что они занимаются ими день и ночь. И Бог как бы пока подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя возможно другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и пределками демонов. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. Издевается кто-то. Ну кто-то издевается. Бог не издевается, ангелы не издеваются. Кто это? Вот когда на Афоне пение ангелов было, то говорят, кому это выгодно? Нечистая сила. Она не будет херувимскую петь. Ну и сходится на том, что это ангелы поют. Хотя священник какой-то комментировал и говорит, демоны не поют. Но я сразу вставил жития в раме. Я говорю, почитайте. Поют. Еще как поют. Это в поэме демона у Лермонтова написано, когда ангел пел Тамаре, а в это время демон с той стороны был. Он дальше и говорится. Он говорит, и ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень слезою жаркою, как пламень, не человеческой слезой. И вот что это означает в Патиме, что эти чудеса. Это подготовка идет. И то, что сегодня нападает на патриарха, ну просто невыносимо, что два беса, два демона встретились, патриарх и папа. Ну, такие характеристики давать, это уже священник говорит в храме при иконах. Почему иконы не обличают, гром не грянет за эти слова? Патриарх православный Кирилл не сделал ничего в этой встрече, то, что было бы неожиданностью, или где-то он нарушил какие-то каноны, правила. Уже давно все о католичинах. Как крещение-то идет? Посмотрите внимательно-то. Как причащение идет? Как венчают, венцы не надевают. Всех причащают, чаще причащаются и исповедуются. Посты нарушают сплошь. Да уж все о католичинах, даже говорить-то не о чем. Напали на патриарха. Я не в московской патриархии, но несправедливость просто вопиющая. Патриарху нужна помощь, чтобы молились. На него очень много нападок. Ему не просто все это переносить. Ему тоже тяжело. И он загомозили священники сейчас. Монахи там просто долбят его со всех сторон. Да уже давно вот оно под чем идет. Ну вам понятно, что Фатимская это не чудо Божье, а чудо другой силы темной. Ну и вот и здесь говорит кто? Кто-то в потустороннем мире, ну кто в потустороннем мире, издевается над нашими священниками. А почему не издеваться-то? Наконец выходит статья в огоньке с большим заголовком «Чертовщина». Вот чем занимаются. Чудо закрыл священник, исчезло, скинулись с лестницы. Вот и все. Это вызвано тем, что вот патриарх был, столько нападок, я решил этот материал опубликовать из книги к истинному православию. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Уважай. Во-вот.